С вами Новости Спорта и я Илья Мнгода. Здравствуйте! Спонсор программы Лазертак Арена Галактика. Игровая территория в самом центре города. Вам обеспечено путешествие в фантастический мир космического пространства. Без заряда адреналина из этого лабиринта точно никто не уйдет. Отметь день рождения в Галактике с космическим размахом. Порадовали вновь игроки мини-футбольного клуба «Прогресс». Накануне в Глазове они принимали ближайшего соседа по турнирной таблице «Новую генерацию». Две игры и две победы. Как это было, расскажем прямо сейчас. В рамках 14-го тура регулярного чемпионата «Прогресс» провел дома две важные встречи. Новая генерация в турнирной таблице дышит в спину глазовчанам, отставая по очкам, но никак не уступая по мастерству и спортивной злости. «Играли две примерно равные команды. Игра шла, понятно, что от ножа до гола. Кто первый забьет, то будет психологическое преимущество. Поэтому я рад, что у нас сегодня получилось первыми забить и дальше стало полегче». Первым отличился Артур Милконян, отправив мяч в раздевалку сопернику. После перерыва отрыв увеличил Денис Гуляйкин. Возможность сыграться как с игры, так и со стандарта имели и гости, но не задалось. По статистике первого тайма, из 13 ударов гостей только два попали в створ ворот «Прогресса». Желаемого результата добился Иван Суворов. Правда, в ответ генерация получила еще один мяч. Дубль оформил Денис Гуляйкин. 3-1 боевая победа. «Стратегически важная победа с точки зрения турнирной таблицы. Вообще, я думаю, эти две игры определяющие. Поэтому очень хорошо, что в первой игре получилось победить, но как бы все мы забыли игру. Мы уже, начиная с данной минуты, готовимся ко второй игре». Во время второй встречи футболисты «Прогресса» сразу же завладели преимуществом, однако первый мяч записали на свой счет гости, удачно разыгравшие стандарт. Они же вели в счете до перерыва. Зато во втором отрезке поединка хозяевам паркет удалось отквитать мячи. Артур Мелконян счет сравнял, а его одноклубник Денис Овсянников завершил красивейшую трехкодовку. Попытка отыграться с пятым полевым у сыктывкарцев не удалась. Глазовчане четко сработали в обороне. Итог игры 3-2. Следующие домашние игры «Прогресс» приведет в конце марта. Играли дома и гонболистки Ижевского университета. Они встречались на своей площадке в рамках национальной суперлиги с московской командой «Луч». Этот матч завершился победой подопечных Роберта Минобудинова со счетом 32-29. Следующая игра 9 марта. На этот раз ижевчанки дома будут принимать майкопский клуб «Агу-Адеев». Далее блок новостей с других спортивных арен. В деревне Кононовское Архангельской области на финале Кубка России по лыжным гонкам отличился наш Максим Валикжанин. В индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем он выиграл серебро. В классическом спринте Максим занял 21 место. Его земляк Дмитрий Ипаров финишировал четвертым. Впереди командный спринт с киатлун и марафон. Отлично выступили наши биатлонисты на национальном первенстве в Тюмени. Ильнас Мухамедзянов был первым в спринте и третьим в пассюте. Мария Блинова выиграла в гонке на 7,5 километров серебро. Была она первой и в смешанной эстафете. Вместе с земляками Анастасией Кайшевой, Александром Мяконьким и Ильназом Мухамедзяновым. Радуют и дзюдоисты. В Самаре на первенстве при Волжье среди юношей и девушек до 15 лет они завоевали 7 наград. Как в личных, так и в командных состязаниях. Две из них серебряные и пять бронзовые. В общем зачете юноши и девушки сборной Удмуртии заняли третье место. Еще приятные вести из Венгрии с чемпионата Европы по стрельбе с пневматического оружия. Уроженка Удмуртии Дарья Вдовина в паре с Владимиром Масленниковым одержала победу в упражнении пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды. Серебро досталось команде Сербии, бронза – стрелкам из Украины. Вернулась домой на несколько дней наша биатлонистка, дебютантка Олимпийских игр в Корее Ульяна Кайшева. Нашей съемочной группе удалось с ней встретиться и расспросить ее о впечатлениях с первой для нее Олимпиады. Ульяна не скрывает, ожидала от этих игр большего в плане масштабности и грандиозности. Сравнивает эту Олимпиаду она с юношеской в Австрии в 2012-м. Там, говорит, все было ярче и праздничнее. Думала, что будет более грандиозно, более захватывающе. На первые дни, когда были гонки с раздельным стартом, там было, конечно, очень мало народу. По дистанции болельщиков не было вообще, только тренеры поддерживали. И только к эстафетам и к масштартам трибуны начали наполняться. Выступление на Играх в Корее для Ульяны – бесценный опыт, который, она уверена, ей пригодится в будущем. Благодарна судьбе, что я попала на эти Олимпийские игры и получила такой большой опыт. Просто на самом деле не могу рассказать о всех, может, сложностях, проблемах. Но я очень рада, что они произошли и я с ними справилась. И теперь знаю, как поступать в следующий раз. По приезду в Можгу только усталость, хочется выспаться, отдохнуть и, конечно же, пообщаться с мамой и папой. И полакомиться любимым блюдом. Первое, что просила Ульяна у мамы дома – это сварить ей кашу. Она не перевередлива, она любит вообще каши. Каши – это у неё прям первое блюдо. Ну, любит какие-нибудь постряпать вкусняшки. Ну, наверное, каша. Только каша? Да, в принципе, никаких изысков. Всё просто. И как провели первые два дня дома, дома? Ну, я посетила бабушек. Было очень приятно. Просто никуда не спешить, не торопиться, не выходить. Ну, на тренировки выходить, когда мне удобно. Ну, так, ненормированный график такой. Уже сегодня Ульяна уехала на сборы в Санкт-Петербург. Готовится к очередным этапам Кубка Мира. Ближайший седьмой стартует 8 марта в Финляндии. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова